Субтитры сделал DimaTorzok 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 Не готовы, да? Да Ни копейки не готовы Нет, я просто сейчас не готов вам ответить Сегодня начало рабочего дня Я вам время предоставлю За понедельник, чтобы не обеспечительный платеж внесли Сможете 5 тысяч минимум? Нет, я пока не понимаю, что и как Дело в том, чтобы принимать такие важные решения Ну, 50 тысяч, это же серьезная сумма Да, поэтому предлагаю Плюс еще 200 там с чем-то вы сказали Хотелось бы понять полностью расклад, который происходит То есть, ну, во-первых, сколько я должен для закрытия Это я понял Из расчета, сколько там у меня по договору была сумма Можете мне напомнить полностью? Да Сколько я брал? 300 300 брал А с какого числа договор там мы заключили? Так, сейчас вам скажу 300 тысяч 06-го, 11-го, 2000-14-го 2014-го, да? То есть, получается, в ноябре месяце А ежемесячный платеж там, я просто разными же суммами 8-945 Ого, как Все, получается, всего лишь 40 тысяч тело кредита уменьшилось? Нет, я без штрафов, без штрафов у вас 244 Что, 244 остаток? Да, без штрафов Потому что то, что вы платили Одно другого не легче То есть, за два года я вносил по 8 тысяч У меня всего лишь на 60 тысяч тело кредита уменьшилось Правильно понимаю? Да А что это, скажем так, мягко говоря, за несправедливость? Ну там вот штраф, если вы внесете крупную сумму, как я рекомендовал, то будет перерасчет Не-не-не-не-не-не-не-не-не Ну я же не всегда просрочки допускал Да? Вот смотрите, вы сами утверждаете С 2014 года платил Я сейчас посмотрю, как вы платили А какая разница? Ну платил же Нет, но вы платили не те суммы и не в то время. Понимаете, надо, если платить строго по драйвку, а если просрочку, то уже это штраф. Ну, в любом случае, даже если я платил хотя бы по 5 тысяч, понимаете, цифра, какая за два года выплачена была? Понимаете, что цифры просрочки, что вот 500 рублей, 2 тысячи вы платили, 3 тысячи, 5 тысяч вы платили, 200, 7 тысячи. Ну, существует очередность, да, на основании закона о банках и банковской деятельности. Очередность. Существует погашение, да, законное, что заочные проценты вы не обязаны. Вы же, в первую очередь, наверняка списывали заочные проценты какие-то. А давайте мы скажем, сколько вы всего внесли. Вы всего очень мало внесли, поэтому у вас так и изменилось. Ну, в любом случае, больше, чем 60 тысяч я внес. Ну, верно же. Ну, тогда вы внесите вот эти 50 тысяч и потом... Нет, у меня сейчас, ну, скажем так, скромные сомнения в целесообразности вообще продолжения сотрудничества с банком. Чего они за несправедливость? В СМИ постоянно говорят, что траст по швам трещит, что траст вообще на стадии санирования. Я сейчас буду платить, а потом я буду какой-нибудь страховой структуре еще вновь оплачивать. Давайте пересматривать условия договора. Давайте тогда мы... Вы готовы внести оплату? Ну, пересмотрим, там уже долгое время не было оплаты, мы тоже несли убытки. Какие вы убытки? У вас иностранные капиталы, виртуальные деньги раздаете. Вот что? Какие убытки? Вы о каких убытках говорите? Вы что? Вы же деньги не свои раздаете. Вы же деньги из Центробанки берете на формирование кредитного портфеля. Алексей Юрьевич, вот вы готовы оплатить? Я еще не все для себя выяснил. Кстати говоря, напомните, как ваше фамилия, имя, отчество... Калаврат Семен Иванович. Как Семен Иванович фамилия? Калаврат. Калаврат. Семен Иванович, второй момент. Не знаю, есть у вас эта информация или нет о смене места жительства моего. Я просто сейчас хочу вступить в переписку с банком и хочу убедиться, получили ли вы от меня письмо о смене моего места жительства. Есть у вас данная информация? Лесной проспект, дом 20. Ага, Лесной проспект, дом 20. Квартира какая? 23. 23. Шикарно. Калаврат Семен Иванович, шикарно. Сейчас я вас ставлю в известность, что с вами разговаривает сотрудник собственной безопасности банка ТРАСС. Зовут меня Игорь Степанович. На каком основании вы, не удостоверившись в личности собеседника, сообщили всю информацию, которую у вас запросили просто голосом? Алло. Да, да, я вас слушаю. Вы меня сейчас слышали, я вам представился. Да. На каком основании вы, я повторю вопрос, сообщили неизвестному человеку всю информацию клиента банка, включая мне, скажите, свой адрес и все условия договора? Я действовал в соответствии с алгоритмом, вы представились, я вам сообщил. Вы действовали в соответствии с инструкциями. В соответствии с инструкциями, напомните, вы обязаны идентифицировать личность собеседника? Да, я вас спросил, вы представились с Алексеем Юрьевичем. Алексей Юрьевич. Фамилия какая у Алексея Юрьевича? Я даже не знаю этой фамилии, потому что вы ее не озвучили. Я вас спросил, вы представились. Еще раз цитирую под запись разговора то, что вы сказали. Начался разговор со слов. Алексей Юрьевич, вам поступил ответ, я вас слушаю. Какой Алексей Юрьевич? Фамилия Алексея Юрьевича? Кто вас слушает? Хотя бы слово «да» вы добились, да, по инструкциям вам об этом говорят. Ваши там методички. Фамилия, имя, отчество вашего руководителя. Непосредственно сообщите мне сейчас же. А если вы сотрудник Банка Трассы, владеете информацией, соответственно, вы все узнаете. Я все свои данные в рамках инструкции представил. Я тебе порекомендую писать заявление по собственному желанию. Служебная записка, считай, что уже составлена. Головной офис ушла. Желаю тебе удачи в поисках работы. Ну, понял вас, спасибо. До свидания. До свидания.